Ребята, всем привет! На связи Саша. Я вот специально только что поменяла картину, которая у меня на фоне. Видите, такой перец, потому что контент тоже будет перчёный. Да, и сегодня я специально выбрала такую тему, потому что я знаю, что для очень многих выпускников, для многих, кто следит за блогом, эта информация актуальна. Ещё также я понимаю, что сейчас конец года, и многие, я уверена, у многих была цель, задача, возможно, пойти, попасть, зарегистрироваться на онлайн-галерея. И я знаю, что, наверное, многие сейчас захотят эту, знаете, как запрыгнуть, постараться запрыгнуть в последний вагон, то есть подать заявку либо на Art Finder, либо на Single Art. И я хочу сказать, что этого прямо сейчас не стоит делать. Я объясню, почему. Почему не стоит этого делать прямо сейчас. Но прежде я хочу рассказать вам такую личную историю, потому что это, знаете, как бы она сыграла очень большую роль, так скажем, в моей жизни и понимание относительно того, что вот этого, знаете, такого критического момента, его, в принципе, никогда нет. Это лишь есть наш мозг, который, знаете, как нас программирует. Значит, ситуация была следующая. Я расстаюсь с парнем, это там, мне казалось, что это была любовь всей моей жизни. Мы расстаёмся, я нахожусь в какой-то конкретной там фрустрации, я расстроена, я думаю, что всё, моя жизнь закончена. Но параллельно, как бы, у меня были там мысли изучить английский. И у меня даже есть целое видео на ютубе, как я рассказываю, каким образом изучать английский. Но в том видео я немножко не рассказала своё, знаете, такое эмоциональное состояние, которое у меня было. У меня был суперкатегоричный, конкретный настрой тогда, что если вот я через год не уезжаю в Великобританию, причём знание английского языка моё было реально нулевое, я себе, знаете, как будто всё, моя жизнь закончится, если я не уеду через год в Великобританию. То есть вот это была такая моя установка на строй, потому что, ну, во-первых, я страдала от того, что я просто не могла находиться в одном городе с этим человеком, потому что мы расстались, и мне нужен какой-то был релиф. И вот я, знаете, вот прям вот так вот, вааа, нашла себе репетитора, и ни одного. И я помню, вот мой день был так, я работала, вставала в 6 утра, я занималась с репетитором либо в онлайне, либо я делала домашнее задание. К 9-10 я ехала в офис на работу, работала там до 6-7 вечера, у меня было ещё одно занятие, по-моему, с носителем языка. И вот чтобы вы понимали, моя вся жизнь, она была построена, вот только я изучаю английский язык, я ничего не хочу знать, ничего делать, как бы что-то не касающееся английского языка, я никуда не ходила. Я не ходила ни на какие встречи с друзьями, ни на какие тусовки, я не ездила отдыхать. То есть в течение вот прям 9 месяцев, я помню, я себе поставила цель в сентябре, и вот до, скажем, момента сдачи экзамена IELTS, там, это был май либо июнь месяц, я никуда не ходила, ничего не... Ну, то есть вот я жила, дом, работа, мой английский, дом, работа, английский. Я параллельно смотрела какие-то там видео, искала советы, как же этот IELTS сдать, то есть я изучала английский язык. И вы знаете, по итогу, по итогу произошла следующая ситуация, что я сдаю IELTS первый раз, это было, по-моему, в июне, и мне нужно было набрать тогда 7 баллов. Для тех, кто сдавал, либо пробовал там IELTS, TOEFL, GMAT, я думаю, вы немножко понимаете, что это такое, да, то есть какое-то напряжение, то есть это всё там на английском, особенно если ты не знал английского до этого, то есть это просто гипер-какая-то работа должна произведена быть мозгом. И у меня настолько это было такое, знаете, как нагнетение внутреннее, эмоциональное, что я очень хорошо помню, что у меня начались какие-то высыпания на коже, там, я не знаю, я не могла одеть какой-то топик там, и я понимала, что, господи, это же следствие всё того, что вот я настолько вовлечена в этот процесс, и я тогда похудела, то есть вот мой стандартный там вес, я не знаю, более-менее нормальный, это где-то был 55-57 килограмм, я тогда похудела до 48, то есть вот настолько сильно вот я шла к этой своей цели, и потом я сдаю экзамен, то есть я замотивирована, вот у меня просто такой, как треугольник, я вот, у меня такие шоры, как, знаете, у лошадей бывает, и они по бокам ничего не видят, и вот я иду к своей цели, и потом я сдаю экзамен, и я понимаю, что мне не хватает полбала, то есть для того, чтобы поступить именно в тот университет, и для меня, знаете, вот рушится всё, то есть вот, ну как так, то есть я хотела, я, понимаете, там год своей жизни просто так перечеркнула, я жила этой только целью этой, и тут всё заканчивается, обрывается, я не понимаю, что делать, я помню, я звонила сестре своей, плачу в трубку, я говорю, как так, она говорит, ну не расстраивайся, и, понимаете, вот я помню её слова, она мне говорит, не расстраивайся, ну там что-то, а у меня в голове я понимаю, что всё, моя жизнь закончилась, я просто не хочу ничего, никак, только так, то есть это настолько была категоричная позиция, и я звоню своему агенту, который мне помогал как раз с университетом, и он мне говорит, вы знаете, ну вы не переживайте, если вам не хватило полбала, у этого института есть возможность поехать на месяц пораньше, конечно, это ещё будет плюс 50 тысяч рублей к вашему образованию, но вы сможете поехать пораньше, и они вам этот балл набавят, и вот здесь вот, знаете, у меня такой релиф идёт, господи, я всё-таки добилась этого, это к тому, что когда мы что-то хотим, нам Вселенная помогает, то есть вот какой-то прям момент последний, и вы знаете, но потом, когда я уже была в Великобритании, я там общалась с другими ребятами, и я, например, для себя, для меня был такой, знаете, как момент важный, кто-то из них говорит, ну я, в принципе, английский уже давно знаю, но вот мне нужно было Кайлцу подготовиться, и я понимаю, что он это сделал не так экстремально, как я, то есть он изучал английский, например, усиленно, на протяжении там последних двух-трёх лет, он знал, что я буду готовиться к поступлению университета, и у меня, знаете, у меня такое озарение произошло, господи, ну вот реально, ведь это же можно было сделать не такими жертвами, как я это сделала, и мне стало немножечко, знаете, как не по себе, мне стало обидно от того, что мой мозг, он меня настолько сильно, я как бы загнобила, вот это вот своё состояние, вот только так и никак, и я не видела никаких других решений вокруг, и там, общаясь с другой девочкой, я тоже понимаю, что она говорит, ну я, да, готовилась, и вот она мне рассказывает, как она готовилась, я понимаю, что она, в принципе, находила время на общении с своими друзьями, я помню, я даже домой не ездила, по-моему, я потому что жила в Москве, я не ездила к родным, к своим в течение всего этого времени, и я понимаю в тот момент, что вот это всё можно было провернуть, то есть моё изучение, подготовку, намного, много, как бы, знаете, с меньшим вот таким вот вовлечением, вгружением, чтобы это не несло такой урон всем другим отраслям моей жизни, сферам, не отраслям, а сферам, потому что я действительно не общалась, я худела, я не занималась своим здоровьем, то есть ничего, кроме английского, и вот почему я эту историю рассказываю, потому что очень часто бывает у нас, я слышу там от других художников, вот я хочу подать заявку прямо сейчас, я готов, я прямо сейчас хочу её подавать, вот сейчас, прямо до Нового года, я вам не рекомендую подавать заявку, сегодня у нас с вами, по-моему, 23, ну, то есть какой-то 20 ноября, и вот чтобы вы понимали, почему, первое, потому что сейчас пик сезона продаж картин, на прошлой неделе публиковала, там, одна из выпускниц, мне писала, Вика, что у неё там документы, и у меня такая же ситуация, что документы, они сейчас задерживают, ты им пишешь, они тебе не отвечают, потому что у них первый приоритет сейчас, чтобы все клиенты остались довольны, и, безусловно, сейчас страдают все остальные, знаете, как направление к деятельности, и техническая служба работает просто на пределе, и вот вы в такой пиковый момент, и этот пиковый момент, он продолжится, вплоть, там, не знаю, до 30-х чисел декабря, потому что сейчас все просто в мыле покупают эти подарки для своих родных и близких, и они понимают, те, кто покупает арт, они понимают, что этот подарок, скорее всего, будет идти 2-3 недели, если почтовый сервис в лучшем случае, то есть понимаете, насколько сейчас пиковая ситуация, и вот когда мы с вами говорим про арт-файндер, либо сигналы арт, у которых заявочная система, они сейчас, я уверена, будут делать одни отказы, потому что у них нет ресурса, и я уверена, что они весь свой ресурс сейчас подключили на обслуживание клиентов, либо тех художников, которые совершили там продажи, которые требуют вот внимания, и сейчас заявку подавать ни в коем случае я не рекомендую, по прошлому году я очень хорошо помню, что действительно были подтверждения заявок художников, но в основном это были очень сильные художники, это знаете, по которым очень видно и четко понятно, что это постоянно пишущий художник, и они видят, да, он нам нужен прямо сейчас, у него сейчас будут продажи, запускаем, всех остальных, которые не сомневались, они просто канцелили этих художников, я это знаю, потому что потом эти же художники, например, которые, знаете, были в категории, там, ну, не скажем прямо суперсильных, но у них были хорошие портфолио, и кому отказали, и по некоторым у меня было удивление, думаю, как так, им отказали, и они получали одобрение в феврале, в марте, то есть вот просто, как, знаете, как на лайте, и это прямым образом связано как раз таки вот с этой ситуацией, что сейчас заявку подавать никуда не стоит, важно подождать, и вот когда мы говорим вообще про продажи искусства в онлайн-галереях, здесь важно всегда учитывать вот эту вот сезонность, что там, не знаю, многие, возможно, вот прям перед сезоном стали думать, о, боже, а как же я, вот сейчас, как же мне подготовиться к этому Крисмосу, к Новому году, это же подарки и так далее, вот подготовку Крисмосу к Новому году нужно делать, начиная с июля месяца, вот чтобы вы понимали, и, например, какой может быть сценарий, да, там, сейчас многие, возможно, видят там, кто-то здесь продал, там продал, то есть это художники, которые, скорее всего, начали свою деятельность в апреле, либо в мае, в июне, да, понимаете, то есть они планомерно зашли на онлайн-галерею, зарегистрировались, поняли, что к чему, по каждой из онлайн-галерей, сопоставили это со своей ситуацией, то есть каким образом мне можно как бы двигаться, то есть в каком темпе я могу работать, как быстро я могу писать картины, и начали вот это планомерное движение развития своего магазина на онлайн-галерея. И, например, почему вот я, например, сделала запуск сейчас, потому что, казалось бы, ну вот совсем же скоро Новый год, потому что я очень хорошо понимаю по опыту предыдущих запусков и потоков, что, наверное, сейчас многим из вас, вот вы мне поставьте, пожалуйста, либо сердечко, либо плюсик, вот если это ход ваших мыслей, что, так, онлайн-галерей, следующий сезон, сейчас я не успеваю точно, ну уже как бы ноябрь, следующий сезон начнется где-то середина февраля. Я в начале февраля пойду к ней на курс, ну вот стопудово она будет запускать курс, а где-нибудь там, не знаю, в январе, в феврале и так далее. Вот такая стратегия, она не рабочая, она у вас не сработает, потому что, чтобы зайти на онлайн-галерею, первое, вам надо проанализировать свои работы, провести инвентаризацию, привести их в порядок, потому что, почему, например, у вас не получают это самостоятельно? Первое, вам начинается все с публикации вашей работы на онлайн-галерею. Вы такие, так, нужна фотография работы, давайте ее поищем. И вот у вас начинается поиск этой фотографии на своем компьютере. Одна фотография здесь, другая в пятом месте, в десятом, это все разрозненно, и вы такие, блин, ну это так долго, чтобы загрузить одну работу, у меня уже час прошел, потому что у вас полный беспорядок вашей информации, ее нужно систематизировать, чем мы и занимаемся на первых неделях, и впоследствии это происходит намного-много быстрее. Где-то вы, там сидя в ночи в интернете, там заполняя тот же самый магазин, вы спотыкнулись, потому что вы не поняли, так там, какие бывают случаи, мне не пришло подтверждения, либо у меня магазин активный, но почему-то у меня не происходит загрузка работ, и тут там, не знаю, мимо проходит ваш муж, там, либо, не знаю, дети говорят, мам, либо там, дорогая, пойдем посмотрим сериал, да забей ты на это все, ну вот зачем тебе это нужно, пойдем отдохнем, и вы такие, ну, блин, да, у меня тут правда что-то не складывается, не получается, пойду-ка я отдохну, и это все откладывается и забрасывается, да, вот понимаете ситуацию, когда вы находитесь в общем потоке, у вас есть те, кто вас мотивирует, подгоняет, и пишут, а я уже это сделал, а я уже загрузил столько-то работ, вы знаете, что у этого человека, если что, можно спросить, там какие-то моменты, я не знаю, либо куратору написать, либо там в чате в нашем общем, и у вас движение, оно происходит намного, ну, как бы легче и проще, потому что вы, я не один, а вот в другой ситуации, скорее всего, вы как бы один на один, и еще и с соблазнами заняться чем-то более приятным мозгу, идем дальше, по поводу захода на онлайн-галерея, либо начало вот этого движения, скажем, после Нового года, почему еще важно начинать это делать сейчас, вы наводите порядок в своих работах, вы изучаете и понимаете, какая галерея, из какой галереи, первое, вам лучше всего подходит, нравится, из какой лучше вам начать свои действия, чтобы оттренировать, понять, как там все устроено в этих галереях, вы это изучаете, и впоследствии вы начинаете загружать свои работы, параллельно вы проводите инвентаризацию своих работ, и это уже не так, знаете, как стрессово незнакомо, и на это у вас уйдет как минимум 2-3 недели, я не говорю, что вы вот так вот в мыле будете 2-3 недели, но у нас с вами, у большинства есть там работа, потом дети, семья, сейчас нужно еще подарки, вот я сегодня, когда собиралась в мастерскую, такая, у меня, знаете, такой звонок был, так, дзынь-дзынь, так, мне же надо подумать, кому я что подарю на этот Новый год, потому что уже время подходит, понимаете, это какие-то общие заботы, и вы будете выполнять задания, изучать уроки, мы вам скажем, какие из ваших работ подходят для заявки, и какое количество работ вам необходимо будет дописать для подачи заявки, и заметьте, это тоже время, то есть те ученики, которые к нам приходят, у которых 5-7 работ на старте, они, скорее всего, подают заявку по окончанию курса, еще, наверное, плюс там недели 2-3, иногда месяца, иногда и полтора месяца, чтобы вы понимали, если мы этот период начинаем сейчас, то как раз таки к середину февраля вы будете готовы, уверены, у вас будет просто все вышкалено по всем вашим социальным сетям, что я тот самый художник, который нужен артфайндеру, и артфайндер как раз таки из сингла арт, они будут готовы рассматривать новых художников, потому что у них будут новые цели, на год они поставят еще больше себе целей, как все обычно люди ставят, они будут искать новые возможности, будут рассматривать новых художников, которые они привлекут, и захотят взять к себе на платформу, и это будет самый идеальный момент, если опять же вы откладываете начало своего движения на, там не знаю, февраль месяц, то поверьте мне, я вам сказала, полтора месяца, почти два месяца уходит у художников, вы придете в апрель, апрель это еще один сезонный, вот прям вот как сейчас, середина ноября, середина декабря, это такой хай-сизон, ищу взглядом воду, и апрель, середина марта, середина мая, это тоже хай-сизон в продаже картины, потому что там идут праздники, идет Пасха, то есть вот, знаете, как такое общее оживление людей, после такого зимнего застоя, и это будет опять же не самое лучшее время, чтобы подавать ту самую заявку, поэтому для тех, кто сейчас готов уже, я вам рекомендую сейчас, не торопиться прямо сейчас, даже если у вас заявка написана, там, я знаю, что достаточно количество у нас с выпуска предыдущего есть, кто хочет подавать, вот я вам сейчас не рекомендую заявку подавать, а подавать ее в конце января, сейчас сосредоточиться на своем портфолио, на работке картин, потому что тем самым вы сейчас будете усиливать свое портфолио, и то, как вас увидит менеджер артфайдер, либо менеджер сингла арт, которые будут вас рассматривать, и вот знаете, если вы помните, если возможно вы этим вопросом занимаетесь давно, но в прошлом году, начиная где-то как раз таки с октября-ноября до февраля, сингла арт, так у него и было написано, пожалуйста, пришлите нам вашу заявку в феврале, мы сейчас не рассматриваем новых художников, и я более чем уверена, что это было как раз таки с этим связано, у них есть достаточно количества художников, чьи работы они могут продавать сейчас и зарабатывать, и новых они готовы принимать вот где-то с начала следующего года, но большинству из вас нужно подготовить свое портфолио, то есть это не происходит вот так вот, вот я начал курс, и тут же я сейчас буду подавать заявку на артфайдер, потому что артфайдер сейчас закручивает гайки очень сильно, потому что они, знаете как, усиливают, потому что, ну да, то есть они усиливают, и как бы и свое портфолио художников, они сейчас уже идут очень выборочно, но тем не менее они берут художников, и более того, это время наработать работы, то есть ваши картины, чтобы у вас это портфолио было сильным, и не только картины, потому что те, кто были на курсе, вы прекрасно знаете, что у каждого художника есть своя ситуация, и есть сильные стороны, и есть слабые, и нужно понять, с какой стороны, относительно тех критериев, которые важны онлайн-галереям, себя показать, и усилить эти стороны, знаете, как вот развернуться с этой стороны, чтобы они такие, вау, классно, мы хотим взять этого художника, хотя в принципе, ну как бы, как у нас часто бывает, что мне пишут, я вот художник, у меня там образование очень сильное, у меня сильное портфолио, но мне отказал артфайнер, почему? Ну безусловно, я как бы догадываюсь об этих причинах, почему, как и зачем, но вот такой вопрос есть, да, то есть нужно себя показать, с той стороны, с которой они хотят вас видеть, им абсолютно не важно ваше образование, а им важно, насколько вы активны, насколько ваше портфолио сильно, и что вам нужно, как бы для этого сделать, чтобы у вас был конкретный план, так, давайте я посмотрю еще по вопросам, которые у вас есть, в чате здесь, потому что мне немножко надо замедлиться, а то я так эмоционально все это начала, да, спасибо за ваши сердечки, я их вижу, спасибо, да, эфир сохраню обязательно, так, так, я подала заявку 22 октября, то есть сейчас как раз ажиотаж у них, вы знаете, но я бы вот так сильно не паниковала, действительно, сейчас у них ажиотаж, но я думаю, скажем, вот сейчас именно кто подает заявки, то есть вот это как раз таки будет самый пик, вот, то есть, ну здесь я не думаю, что если это было в конце октября, так, идем дальше, iCanvas это тоже касается, вы знаете, да, iCanvas это тоже касается, я бы сейчас им тоже не отправляла заявку, потому что, как раз таки вот их продукт, он тоже, ну как бы это принты, это как раз таки категория того, что покупают на подарок, да, я бы тоже им не стала, так, идем дальше, много раз сама себя сгоняла, да, на самом деле это проблема, для меня это очень всегда была большой проблемой, вы знаете, я вот сейчас, мне кажется, немножечко от нее уже стала избавляться, потому что я вижу по своим каким-то поступкам, потому что я поняла, вот та вообще жизненная ситуация для меня, она была таким знаком, и вот у меня действительно было такое озарение, что нет ничего срочного, и проблема, она настолько является проблемой, а не задачей, насколько мы ее делаем этой проблемой, то есть все зависит от нашей головы, да, и как же это, еще есть такая пословица классная, что, по-моему, на японском или на китайском языке, что быстро, это не, знаете, как вот стремительно быстро, вот так, то есть, прям сейчас, здесь и сейчас, я это все сделаю, быстро, это планомерно, дисциплинированно, и, ну, то есть, вот прям, когда вы еще успеваете, кроме какой-то основной своей задачи, делать еще что-то параллельно, потому что без семьи, без, там, не знаю, правильного питания, без занятий спортом, вы скоро выдохнетесь, да, и это просто придет к какому-то жесткому выгоранию, и, например, вот я очень хорошо помню, у меня не было, так скажем, такого прям выгорания, но я помню, что от своей этой цели, которую я достигла, я отходила, наверное, еще год, то есть, у меня выгорание мое перекрылось эйфорией, от того, что вот я эту цель достигла, и мне было классно, но я понимала, что вот, скажем, по истечению там года, я поняла, что этот год у меня следующий, я восстанавливалась эмоционально, морально, то есть, вот этого лучше не делать, и вы знаете, мне кажется, я не утверждаю, но мне кажется, вот счастливые, действительно счастливые люди, они, как бы, либо, вот у меня, например, чем дальше вот сейчас, тем я более и более понимаю, что я становлюсь, ну, как бы счастливым человеком, потому что я, как бы, начинаю понимать реальный свой темп, что действительно для меня важно, и, как бы, вот это вот все, знаете, то, что мне хорошо, я еще больше впускаю в свою жизнь, а то, что мне не нравится, я это просто, ну, как бы, убираю, да, из своей жизни, и вот эта вот спешка, она уходит, потому что я действительно понимаю, там, не знаю, там, что-то я хочу, я себе говорю, нет, нет, ты можешь это сделать, прямо здесь и сейчас, но тогда ты не будешь спать ночью, а ты будешь себя на стрессе, это будет отражаться на твоих отношениях с твоими близкими, это будет отражаться на детях, мы это делаем планомерно, я этого пусть достигну позже, может быть, позже, чем там кто-то другой, но я понимаю цену достижения этой цели прямо сейчас, потому что, помните всегда, вот что касается заявок, что отказ получить очень сложно, намного сложнее, намного, ой, извините, просто, я перепутала, отказ получить очень просто, намного сложнее начать с какой-то, знаете, вот как раз таки, из тех самых пяти-семи картин, наработать свое портфолио, подготовить себя и свою представленность в интернете относительно ваших сильных сторон, потому что очень часто бывает, художники приходят и говорят, знаете, вот я читаю их домашние задания, и вот я как бы вижу, я никто, я рисую, я пишу, мне говорят, что твои работы классные, но вот на самом деле я считаю, что я никто, и начинаешь расковыривать человек и говорить, а вот ты это ты делал, а вот, ну, может быть, какие-то вот у тебя были, и он начинает мне говорить, ну, да, вот я там-то выставился, я вот это ты сделал, а потом, знаете, вот каком-то там, вот там, сколько-то, два года назад, про меня вообще в журнале написали, и вот понимаете, и вот ты начинаешь это всё про человека спрашивать, и опять же, ты не можешь это сразу узнать, и ты как бы говоришь, вот об этом нужно сказать, это же круто, там кто-то из художников писал заявки, и мы как раз-таки, вот я помню, мы добавляли заявку, говорили, что нужно написать о своих продажах на других галереях, потому что это же круто, это говорят о спросе на твои работы, у кого-то там выставка прошла, и там можно написать про эту выставку, ну, то есть, понимаете, вот этих сильных сторон, казалось бы, которых художники очень часто не помнят, они потому что обесценивают свои результаты, потому что окружение им не говорит, классно, это только скажет другой художник, потому что он знает этому цену, насколько это важно, вот, и то есть, вот ты начинаешь это всё у человека узнавать, и собирается такая сильная заявка, в течение времени определенного художник дописывает работу, и здесь, понимаете, еще такая фишка, нужно сопоставить с тем, что есть в спросе, что у галерей сейчас как бы, знаете, как ниша не совсем заполнена, потому что часто бывает приходят художники и говорят, у меня три направления, либо, хорошо, если не пять, да, направлений, в каких я пишу картины, и мы из этих пяти направлений выбираем там одно, иногда два, иногда три, и говорим, пишем следующие работы в этой стилистике, тебе комфортно, ты хочешь в этой стилистике работать, и художник начинает работать в этих стилистиках, он начинает нарабатывать эти картины, от того, что они ему нравятся, у него это идет легко, то есть, у него нет такого сопротивления, понимаете, это вот столько всяких мелких нюансов, о которых, ну, наверное, самостоятельность знать невозможно, это только вот опыт, там, не знаю, мой, опыт моего взаимодействия с другими художниками, всех кейсов, и ситуация, которая, опять же, с этими заявками, видоизменяется, по ходу песни, и развития русскоговорящих художников, на онлайн-галереях, так, давайте я буду смотреть ваши еще вопросы, которые у вас есть, да, спасибо, ребят, за сердечки, я вижу, так, я уже подала, круто, ждем подтверждения положительные по вашей заявке, так, да, кстати, вот я немножко задержалась на эфир, потому что мы разговаривали с девочками-кураторами, потому что у нас сейчас заявки на курс все идут, идут, люди присоединяются, но у меня не было понимания, справимся ли мы тем составом кураторов, которые у нас есть, у меня появилось сейчас определенное спокойствие, что мы справимся, и если среди вас есть желающие, у нас есть энное количество мест, оно ограничено, это по поводу курса, который у нас стартует на следующей неделе, 29 числа, так, ага, вижу, так, вопросы, так, вижу сердечки, да, вижу, спасибо большое, да, за ваши сердечки, так, а есть максимум работ для онлайн-галерей, что имеется в виду максимум работ, то есть то количество, которое необходимо, чтобы было для заявки, вот здесь вот, вы знаете, мы все с вами разные, кто-то может писать скетчи на бумаге, и это требует, ну, где-то там, я знаю, час-два, для создания, а кто-то пишет большие холсты, и вот здесь вот ситуация по представлению себя, артфайндеру, либо там сингла арт, она может быть очень противоположной, причем очень часто даже сейчас, вот там на основании последнего потока студентов, выпускников, мы даже вырабатываем в зависимости от того формата сюжета работ, куда им в самом начале лучше податься, то есть это артфайндер, либо сигла арт, потому что у этих двух площадок, у них разное позиционирование, они могут, может быть так, что одна площадка артфайндер возьмет художника, а сигла арт ему откажет, и казалось бы, почему? Хотелось бы захватить сразу две онлайн-площадки, и вот здесь вот тоже может меняться, и работ в первом случае, может быть, если вы делаете скетчи, и 50 недостаточно, давайте я не буду категоричны, это 20-30, а во втором случае, 10 работ будет достаточно для подачи заявки, то есть будет зависеть от того, как вы себя представите, с какой стороны вы себя им покажете, так, да, поэтому по поводу, сколько минимум нужно сделать работ для галереи, все очень индивидуально, то есть я думаю, вы понимаете, что невозможно сразу написать, там, не знаю, 100 работ огромного формата, так, смешанные стили тоже реально продавать, да, вполне реально, очень даже реально, я вот, кстати, в наш этот чат отправляла кейс разбора художника, как раз-таки она на ArtFinder, и она миксует, она миксует разные, разные, как, медиа в своем портфолио, и это ее сильная сторона, потому что, как бы, иногда можно быть сильной стороной, может быть, то, что у тебя все в единой стилистике, тебя узнают, а иногда может быть, то, что ты сразу несколько категорий захватываешь, потому что цель любого художника это продажа на онлайн-галереях, не представить себя, но, кстати, иногда на онлайн-галереях пишут по поводу различных проектов, нет, не обязательно, для галереи обязательно маслом писать, нет, не обязательно, вот мои последние работы, они сделаны на бумаге, акрилом и маркерами, продаются работы и пастельные, и карандашом, и акварель, это абсолютно не обязательно писать маслом, масло это просто такое, знаете, как более привычное, так скажем, и вообще, например, если мы говорим, знаете, с вами про Россию, русскоговорящий мир, почему вот это всегда было в цене масла, потому что масляные работы проще продавать, именно с точки зрения продажи, вот приходит человек в галерею, в офлайн-галерею, и представьте, вот рядом работа маслом, пусть даже будет одного формата, я не знаю, 50 на 50, а вторая работа, сделанная карандашом, 50 на 50, и вот даже тот же самый покупатель, он подумает, ну вот работа маслом, она сразу на подравнике, и она на холсте, это как-то более серьезно, и агенту, ну там, куратору, который это продает, ему легче это продать, потому что рынок еще не развит, нет понимания того, что иногда работа карандашом, выполненная, она намного там ярче своей концепции, она более там энергична, чем работа маслом, понимать, то есть вот это все идет отсюда, от того, что как бы вот есть такое понимание, но в онлайн-галереях иногда можно увидеть проданные работы, сделанные на листочке А4, фломастерами, я даже сказала не маркерами, а фломастерами, чтобы вы это тоже понимали, да, и оно, конечно же, всегда вызывает такое, знаете, как удивление, кстати, вот я сегодня у девочек тоже спросила, у кураторов, по поводу, стоит или не стоит продолжать разбор кейсов художников, и я думаю, что я продолжу эти разборы уже в наш чат курса, потому что я боюсь, да, я боюсь разбирать стратегии и, знаете, как на весь интернет это публиковать по другим художникам, потому что художники же ныне живущие, и они могут на меня пожаловаться, там, не знаю, онлайн-галереям и сказать, что вот она все наши фишки раскрывает, из-за этого я стараюсь это делать, знаете, как бы все, ну, в таком закрытом формате, именно для тех, кто этим интересуется, чтобы не навредить еще себе, вот, и я эту практику буду продолжать, потому что вот этот момент насмотренности того, что продается, за какие деньги, какие форматы, это очень тоже важный момент в отработке своей стратегии продаж на онлайн-галереях, то есть вот этот момент, он очень такой ценный, ключевой, и, девочки, у меня были сомнения, что, может быть, это я настолько просто глубоко это все копаю, и, может быть, другим пока еще рано об этом знать, вот, они сказали, что это очень нужно, это очень полезно, так, ребят, какие у вас есть еще вопросы, так, в галерее масло и акрил и лепка и акварель, вот, да, да, там все, что угодно может быть, я даже вот публиковала же скульптуру, по-моему, мне кажется, они сделаны были, стульчики из пластилина, так, да, спасибо, если я не нашла такого направления в галерее, то само их обозвать, но, нет, самостоятельно вы обозвать не сможете, у них есть определенная категория, вам надо найти максимально подходящую, да, буду участвовать в курсе на конец ноября, да, ребят, я очень рада, да, что вы будете, я уверена, что это будет еще мощнее запуск, потому что, вы знаете, вот это вот наша экспертиза и вообще понимание вот этого рынка, и я, безусловно, всегда дорабатываю курс, потому что каждый раз я его провожу, есть какие-то моменты, которые, так, вот это можно было еще добавить, и это добавить, и это все мы добавляем, я уверена, кто вчера был на эфире и в понедельник на эфире с налоговым консультантом, с психологом, то есть этого раньше не было, но я понимаю, что в этом есть потребность, и поэтому добавляю, да, спасибо за ваши добрые слова, да, так, эфир тогда завершаю, я сама зависаю на своей картины и не хочу их продавать, я жаден, но вы знаете, я могу сказать так, что раньше, когда я видела такие комментарии, я думала, в смысле, как это вы не хотите продавать свои работы, но потом я поняла, что реально такие ситуации есть, и потом я оглянула взглядом свои работы, я понимаю, что у меня тоже есть такие работы, но тогда можно закрыть продажу оригинала и продавать принты с ваших работ, пожалуйста, то есть можно делать и так, так, налоги это боль, ну вот смотрите, по поводу налогов, это действительно боль, это даже, знаете, не боль, а это страх, потому что вот я вроде бы пока где-то работаю, но я продаю картины, а вот мне сейчас капнет 150 тысяч рублей, как с этими деньгами быть, и я не хочу, чтобы у меня были проблемы, да, то есть здесь важно, я по себе знаю, что важно понимать все правила игры, то есть можно заплатить столько налог, можно по этой схеме как бы оформиться, а можно и вот так, вот сейчас мне подходит одна схема, а потом мне будет подходить другая схема и понимать, как бы какие есть плюсы и минусы, потому что по тому же самому-самому занятому, у всех первые возражения, что мне не идут никакие отчисления, там не знаю, в пенсионный фонд, да, насколько я помню, с ИП там ситуация другая, ну то есть понимаете, здесь нет такого одного ответа, вот поэтому и будет вебинар, где мы будем захватывать, если вы физлицо, если вы самозаняты, если вы еще работаете, у вас есть трудоустройство, чтобы это не отразилось на какие-то там другие сферы, либо вы уже ИП, но у ИП, например, у вас другая деятельность идет, то есть вот эти вот все моменты, они тоже будут, и важно, безусловно, даже как мне Настя налоговый консультант сказал, что мы будем с тобой идти, отталкиваться, есть теория, но есть какие-то конкретные ситуации, и на этих конкретных ситуациях и кейсах мы будем это все разбирать, да, чтобы было понимание. Так, самозанятым можно и в пенсионной, да, но как бы, знаете, там вся фишка во всяких процентах, а сколько вы заплатите этот процент, то есть есть же как бы, вот в этом и есть вся эффективность, ты знаешь, обладаешь информацией, выбираешь для себя конкретный, знаете, как с минимум потерь вариант, да, и также с психологом, то есть вот мне столько пришло сообщений в директ вчера по поводу вот этих карт, и я понимаю, что, блин, наверное, я не смогла объяснить правила, но кто был у нас на живом эфире, я думаю, вы поняли эту фишку, что как бы вот настолько этот ответ находится. Так, окей, да. Так, тогда все, ребят, я эфир завершаю, потому что я переживаю, как бы он у меня не выбросил через час. Еще раз скажу, что прямо сейчас заявку подавать не нужно, потому что это пиковый момент. Заявку, готовимся к подаче заявки, если она у вас уже готова, у вас готово портфолио, нарабатываем и подаем после нового года. И важный еще момент, если у вас есть, например, Сачи, Артмажор, делайте активность сейчас там, потому что продажи, они не только на Артфайндере происходят. И вы должны это понять у себя в голове, что Артфайндер – это не решение всех ваших проблем или сингла-арт, нахождение на этих двух площадках. Художники, которые продают там, они продают и на Сачи, и на Артмажоре. Все, мой голос пропал. Всех желающих жду на курс. Начинаем с понедельника. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова